Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, я рад вас приветствовать в Московском Думе Книги. Сегодня я вам хотел бы рассказать о ретро-детективах или исторических детективах, жанр, который появился относительно недавно и, на мой взгляд, очень удачно встроился в детективные серии, которые у нас присутствуют на полках, потому что мы, наверное, с удовольствием воспринимаем детективное повествование из прошлого. Это, может быть, свойственно именно нашему менталитету. Скажу не без оснований, что основоположником этого жанра, конечно, явился Борис Акунин. Начав вот с такого романа «Азазель», он потом написал большое количество книг, посвященных главному герою, Эрасту Фондорину, сыщику, с молодых лет, скажем так, вот в книгах Акунина, расследует самые разные запутанные сюжеты, которые иногда могут повлиять даже на ход не то что российской, но и мировой истории. Заканчивает свое представление Акунин со своим героем в начале 20-го столетия, но, на мой взгляд, мы еще будем ждать от него приключений этого замечательного сыщика и будем с наслаждением читать новые книги. Рекомендую. Многие с этим знакомы с Борисом Акуниным, я имею в виду его героем. Читайте также и его исторические романы в других сериях, как «История российского государства». Я думаю, что вы будете довольны. Третью неделю служил в сыскном юный господин Фондорин, а уж твердо знал Ксаверий Феофилактович, что не будет из мальчишки проку. Больно нежен, больно тонкого воспитания. Взял его раз в первую же неделю на место преступления. Это когда купчиху Крупнову зарезали. Так Фондорин взглянул на убиенную, позеленел весь и по стеночке, по стеночке во двор. В общем, пришлось Ксаверию Феофилактовичу самому и дознание проводить, и протокол писать. Дело по правде сказать вышло нехитрое. У дворника Кузыкина так глазки бегали, что Ксаверий Феофилактович сразу велел городовому брать его за шивороты в кутузку. Две недели сидит Кузыкин, отпирается. Но это ничего, повиниться. Больше-то резать купчиху было некому. Здесь у пристава за 30 лет службы нюх выработался верный. Ну а Фондорин и в канцелярии сгодится. Исполнителен, пишет грамотно, языки знает, смышленый, да и в обращении приятный. Из этого же цеха, скажем, авторов, я рекомендую вам к прочтению книги Валерия Веденского, да, в данном случае напиши себе «Некролог». Там тоже есть главный герой, сыщик, который тоже расследует загадочные преступления, убийства. И это происходит тоже в 19-м, начале 20-го столетия. То есть выдержана сама эпоха, то есть мы, как на машине времени, перемещаемся совершенно в другое столетие, с другими ценностями, с другими бытовыми условиями. И эти подробности из быта, из жизни, из культуры, людей того прошлого, они в книгах Веденского, конечно, виртуозно выписаны. То есть вот в этом ценность книг Веденского как автора неравнодушного к деталям. Обращаю внимание, целая серия книг, рекомендую, будете, мне кажется, очень довольны, как и при прочтении книг Бориса Акунина. Поднимаясь обратно, Яблочков разглядывал портрет исчезнувшей девушки. Ого, по красоте капа не уступала Леночке. Даже превосходила. Круглая личика, игревые кудри из-под шляпки, тонный взгляд, раскосых глаз, пухлые губы, возорной улыбки. Подобных барышень зрелые мужчины провожают тоскливым взглядом. Ах, почему они умудрились состариться, а гимназистки по-прежнему молоды? Кто вскружил тебе голову, милое дитя? Лихой гвардеец, романтический студент, красавец-инженер? Почему ты не привела его к матушке за благословением? Почему сбежала? Еще один автор, наш отечественный, который также в ряду авторов с легкой рукой, пишущий исторические детективы, конечно, это Николай Свечин. В заперти роман, сюжет романа протекает в начале 20 века. Убийство Столыпина, смена власти в МВД. Один из сотрудников дореволюционного МВД расследует ряд преступлений, сам попадает в не очень приятные для себя условия в тюрьму и так далее. Вот об этом книга в заперти, которую я держу в руках. Одна из книг Николая Свечина, у него порядка 10 номинований уже, в принципе, есть в наличии. Рекомендую, книги все легко отчитаются, также содержат детали, которые знакомы, наверное, больше историкам, чем широкому кругу читателей, но это не утяжеляет книгу, а делает ее, наоборот, более правдивой, правдоподобной, наверное, да, и, наверное, более правильно, скажем, освещающий свое время. Николай Свечин заперти. В начале лета Лыков вернулся из командировки в Екатеринодар, взволнованный открывшимися там обстоятельствами. Оказалось, нефтяные поля Майкопа попали под контроль английских промышленников. Пусть бы так, русского капитала для дорогостоящих проектов не хватает, нехай иностранцы помогают. Но в этом случае британцы скупили более 90% всех нефтяносных участков Кубанской области. Явный перебор в ущерб нашим национальным задачам. А главное, купили вовсе не для того, чтобы добывать нефть, а с целью заткнуть тамошние скважины. Не дать им развиваться, а самим получать сверхприбыли от эксплуатации нефтяных залежей в Баку и Грозном. В результате, третье по богатству месторождения России было обречено на умирание. Втайне от властей. Возмущенный увиденным сыщик начал ходить по столичным кабинетам и бить тревогу. Быстро выяснилось, что никого в Петербурге это не беспокоит. Алексею Николаевичу советовали забыть о Майкопе и заниматься своими прямыми обязанностями, а не докучать начальству. Ну и завершу подборку ретро-детективов книгами Леонида Язуфовича. Он нам больше знаком как автор «Зимней дороги», как у ряда многих литературных премий российских. Тем не менее, это автор и в детективном жанре себя зарекомендовал уже давно. У него также вот даже такая серия. Есть ретро-детектив, в котором несколько книг автора. Костюм Ралекина называется эта книга. Убийство, погони, расследование. Тот же детективный жанр, как и у тех авторов, о которых я говорил до этого. Читается легко. Слог автора чувствуется, его рука. Рекомендую к прочтению и прошу вас тоже отвечать на мои вопросы в комментариях, насколько вам эти книги показались интересными. При жизни Иван Дмитриевич был фигурой загадочной. Никому из газетных репортеров ни разу не удалось взять у него интервью. Своё дело он предпочитал делать молча. О нём ходило множество легенд, где он являлся то полицейским, Дон Кихотом, то русским лекаком, то фантастическим метким стрелком из пистолета, силачом, гнущим подковы, тайным раскольником или крещённым евреем, или раскаившимся душегубом, который носит на теле какие-то отличающие его знаки. Но после того, как вышла и выдержала ряд изданий, написанная Сафоновым книга, перед публикой предстал заурядный господин с пышными бакенбардами, в меру честный, в меру хитрый, в меру образованный. Трудно судить, Сафонов тут виноват или просто время потребовало иных героев. Но в именном указателе столетия фамилия Питулина не значится. Между тем, её следует внести туда хотя бы в связи с делом об убийстве князя фон Аренсберга. Драма, разыгравшаяся на Миллионной улице в ночь на 25 апреля 1871 года, грозила России настолько серьёзными дипломатическими осложнениями, что они могли изменить ход истории. Спасибо за внимание, ждём вас в Московском доме книг, где гораздо больше новинок, чем я вам представил. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok